Огромный привет! Это швейный влог, да, девочки, швейный влог. Под прошлым видео заругали меня. Это что за домашний влог? Это что за готовка бытовуха? Нам это неинтересно, своего хватает. Честно скажу, я сама не люблю такое смотреть, но не знаю, почему я это снимаю уже несколько лет. Вообще, девочки, изначально мой канал был вот именно такого контента. Домашние будни, мама, бытовуха, готовка. В общем, всё тому подобное. Я продолжаю это снимать, потому что аудитория любит такие мои видео, да, родные мои смотрят. Поэтому я вот стараюсь не забрасывать вот этот домашний контент и стараюсь понемножечку снимать. Но сейчас у меня рубрика швейные влоги, да. Я шью, работаю, поэтому буду, девочки, чередовать домашний влог, швейный влог. Я всё подписываю, поэтому внимательно читайте. Если вы не хотите смотреть бытовуху, рутину вот эту домашнюю, не смотрите. Вас никто не заставляет. Прочитали, что это просто влог. И можете даже не включать, я не обижусь. Буду стараться чередовать и через одно видео вот загружать. Сейчас именно швейный влог. И добро пожаловать в новое видео. Надеюсь на ваше понимание. Много девчонок, да, подписалось именно вот про шитьё, бельё, нижнее ручной работы. Постараюсь делать для вас интересное, да. И многие вот ещё, смотрю, ругаются. Вот что ты снимаешь, неинтересно, кто тебя будет смотреть. Все ждут какого-то мастер-класса, что я буду именно вот швейный влог. Это значит, что я буду рассказывать, как это всё шить. Девочки, именно вот формат, да, суть, влог. Это тоже показывается, что я делаю. Показала вам работы, как я заказы отвожу там. Либо какие-то материалы пришли, обзорчик сняли, да. Либо какой-то там небольшой совет там сказала, да. Если я буду делать именно мастер-класс, там, говорить, как я шью, я обязательно такое видео сделаю по свободке, то я именно напишу там мастер-класс, либо шьём вместе там нижнее бельё. А то все думают, что вот если влог, то значит я целое видео буду рассказывать, как я там правильно строчки делаю, где что подвернуть надо. Поэтому кому не нравится, не смотрите. Я делаю то, что я хочу, и подстраивать под каждого тоже я не собираюсь. Поэтому, в общем, вот так вот. Честно скажу, я такой вот человек, который бурно реагирует на какую-то критику, и меня ещё вот начинают подбешивать люди, которые меня исправляют. Да какая разница, как я сказала, да какая разница, что где-то там я нечаянно опечаталась, вот эта вот функция Т9 тебе исправила, ты не заметила ошибка. Господи, да кому надо и так поймёт. Вот это вот, честно, всегда бесило, когда тебя кто-то исправляет, либо ты неправильно сделал ударение ластовица или ластовит. Вообще по барабану. Вот честно, я такой человек, мне всё равно, я вот отсюда, от души у меня всё льётся, и я говорю так, как вот моей душе угодно. А как там вам нравится, либо там уши вам режет, не режет, это уже ваши проблемы, не хотите, не смотрите. А мне хорошо, я улыбаюсь, у меня хорошее настроение, поэтому мы начинаем новый влог. Я желаю всем приятнейшего просмотра. Я вся в работе. Вчера начала делать новый заказ. Сегодня закончила заказик. Каждый день девчонки пишут, заказов куча, не успеваю снимать. Буду, наверное, вам показывать готовые быстро уже комплекты, которые буду отшивать, потому что сам процесс, ну, сами понимаете, отвлекаться я буду. Девушка с города заказала у меня комплект с леопардового кружева, как раз тут вот немножко осталось, и прям мне хватило на комплект и на одни трусишки. Остались там обрезки, возможно, получится сделать одни вот стринги с этого кружева, прям разлетелось это кружево, как горячие пирожки. Забегу наперёд, что я заказала буквально вчера новые материалы, и заказала это кружево повторно, потому что девочкам, смотрю, понравилось, и, думаю, будут ещё покупать. В общем, сшила лифт на мягкой чашке, вытачки, пояс у нас сделан из сеточки, вот так, трусики бразильяна, обработка бейка, девушка захотела. Так, и набор трусиков из трёх штук, сеточка, зебра и леопардик, да. В общем, вот такой наборчик, завтра отвезу, сегодня, наверное, потом попозже запакую. Так, и сейчас перед садиком забегу девушке, отнесу комплект с наличием, вот такой вот комплектик, и также эта девушка заказала у меня набор трусиков, буквально через несколько дней сошью, и к 21-му числу девушка попросила набор из трусиков. Трусики бразильяна будут, только здесь уже она с рюшей хочет из вот такого кружева. Также стринги, двое стринг в одном цвете, в общем, с одного кружева. Заказики идут, девчонки, реально не успеваю всё снимать, прям каждый день кто-нибудь да напишет, кто-нибудь что-нибудь закажет. Наверное, буду вам пока показывать готовые комплекты, которые отшиваю вот так вот, быстренько снимать, потому что сам процесс не могу заснять, сами понимаете, я буду постоянно отвлекаться на съёмку. Вчера, кстати, тоже вечером я в соседний дом относила комплектик с наличием, с такого розоватого кружева. Сейчас фотографию вам вставлю. Девчонки разобрали у меня наличие, сейчас нужно с заказами немножко разобраться и отшивать что-то для наличия, потому что по наличию там буквально два или три комплекта осталось, и всё. Кстати, начали у меня заказывать девочки с моего посёлка, и это вот благодаря тому, что я поучаствовала в салоне красоты как спонсор, да, в конкурсе, разыгрывала комплект свой, вот, пожалуйста, одна, вторая, и начинается сарафанное радио, ну и вроде бы как всем нравится. Сделала я скидочную систему и написала, что 10% скидка будет на следующий заказ за фото, видеоотзыв, чтобы так немножко смотивировать девчонок, ну и как бы им приятно, да, мелочь, и мне как бы плюсом, потому что хотелось бы больше-больше отзывов, особенно фото, видеоотзывы, чтобы как-то развиваться. Так, меньше слов, побежала я быстро собирать вот заказ и девушке относить, и уже пора за ребёнком в садик. Отшила заказики, отшила для наличия, давайте покажу, вот такой вот комплект заказала девушка, захотела вот здесь кружевные вставочки на груди, и вот такие вот трусики получились с бретелькой на талии, такой симпатичный. Дальше, отшила набор трусиков, двое одинаковых, с вот такого вот кружева, и вот такие вот бразильянки, тоже на регулировке. Чёрно-розовое кружево. Я вчера прям в ударе была, дошила заказы, и начала шить комплекты для наличия вот такой вот один шила. Очень красиво смотрится это кружево, оно такое прям плотненькое. Вот так вот, в общем. Так, и вот этот комплект тоже начала шить, но не дошила, остались бретельки, застёжка, и, наверное, буду перешивать и трусики, потому что вроде бы одно и то же кружево, но почему-то вот один участок кружево был немножко, кажется, мне с желтизной. Это более такой посветлей, а это более почему-то желтит. Оставлю эти трусики для наличия. Хочу отшить трусишки, чтобы были в наличии с разных материалов. В общем, как-то вот так. Сейчас буду запаковывать заказы, завтра нужно уже отвезти. Долгожданная девчонки посылочка, делаем обзорчик. Так, заказывала на сайте WellMari. Такая им бесплатная реклама будет, потому что многие переспрашивают, кто-то невнимательно смотрит видео. Сайт WellMari, он идёт оптовый. От 5 метров кружева, как минимум, вы можете заказать. Ну, каждый вид, да, минимум 5 метров. И минимальная сумма заказа от 5000 рублей. Вот на 5000, как минимум, вам нужно выбрать товаров, да, материалов, заполнить свою корзинку. 450 рублей доставка Почтой России, конечно, мне кажется, дороговато. Не знаю, СДЭК и другие транспортные компании там у них есть, но мне кажется, оно там ещё дороже выйдет. Поэтому я Почтой России заказывала. Ещё вот не разобрала, посмотрела, но так всё ещё лежит. По местам не разложила, в коробочке свои. Так, давайте начнём, что пришло мне вот на Valberis. Заказывала хлопок. Нужно вот клиентке написать, что пришёл хлопок и буду ей там отшивать трусишки. Она мне фотографию скидывала, там, в общем, сделать копию трусишек Victoria's Secret. Сейчас, видимо, их не продают и она вот хочет, чтобы я ей подобное сшила. Заказала получше хлопок. Это идёт вообще как кулирная гладь, да, но здесь она идёт именно вот с трикотажем, с лайкрой, как правильно называется. Я вот не сильно знаток в названиях тканей. Ну, в общем, он такой получше, вот как футболки шьют, знаете, с них, потому что вот тот хлопок, который у меня для ластовиц или ластовиц, а то меня там уже переправляют. Я, конечно, извиняюсь, кому-то муши режет. Вот тот хлопок такой, более он побюджетней, наверное, что ли, и он, ну, другого совсем качества, вот именно для ластовиц тот подходит. А этот более, вот знаете, именно для трусишек, он не так цвет будет терять, в общем, получше заказала. И здесь прям такой, слушайте, шмат огромный пришел в таком пакетике. Сколько, кстати, здесь? Метр? На метр 80 выходит. Только начну что-нибудь снимать, когда мне нужна тишина и спокойствие, я люблю снимать, чтобы вот никто мне не мешал. Дети начинают выходить, то один, то второй. Так, отвлеклась немножко. Так, теперь посылочка. Вот это вот все. Обошлось мне, девочки, обошлось мне в 7201 рубль, плюс доставка 450 рублей. За всю посылку я заплатила 7651 рубль. Вот в этом месяце у меня траты на вот эти, да, материалы, плюс вот это вот, что-то около, наверное, 600 рублей, плюс еще колечки заказывала. Как бы пока еще мы в плюс не выходим. Пока еще в плюс мы не выходим. Так, давайте я вам покажу, вот там, кто, кому интересно, в общем, нажмите на паузу, посмотрите, что по ценам, что столько стоит, кому интересно, кто занимается. прям уж проговаривать все не буду. Застежки, вот вообще, они качество хорошего здесь для бюстгальтеров, да, и цена за 10 штук выходит 130 рублей. Это вообще, конечно, класс. Вот черные я не заказала, они у меня уже потихоньку заканчиваются. Вот это, конечно, не очень. Так, наверное, вот самые дорогие выходят резинки, бретельки, начиная минимум от 1000 рублей за 50 метров, да, и резинки какие-нибудь ажурные, начиная вот здесь у меня поскольку по 869 рублей, ну, в общем, они, в общем, выходят самые дорогие, вот, даже дороже, чем само кружево, но, конечно, их и надолго, хватает, они, как бы, кружево закончится эти 5 метров, но резинки остаются, но, тем не менее. В этот раз я решила, так немножко, скажу, сэкономить, потому что каждого цвета покупать еще и бретельки я не стала, это будет мне, конечно, затратно. Пока мы в плюс не вышли, сильно тратиться тоже у меня возможности нет. В принципе, я вот смотрю, некоторые девчонки так и делают. покупаем ажурную резинку и используем ее, как там для обработки трусиков, так же за место бретельки. Я вот, в принципе, на какие-то комплекты даже делала с ажурной резинки бретельки, хотя у меня были там в цвет бретельки, но немножко я вот с красной прогадала, заказала, по-моему, 0,8, ну, что-то, блин, тонковатая пришла, посмотрю, может придется все-таки заказать бретель, посмотрим, в общем. Так, я решила немножко добавить красок в свой ассортимент, так у меня там беж, черный и белый, да, бретельки, резинки, решила я добавить вот цветного кружева, как вы поняли, это красное будет, вот такой вот модный цвет сейчас фукси, такой прям неоновый, розовый, и очень сильно мне понравился вот этот вот синий цвет, василек, по-моему, он называется, в общем, три матка резинок у меня, и давайте сейчас разложу кружево, покажу вам все, разложила материальчики, вот такая вот получилась красота, просто вообще вырви глаз, все по цветам сделала, так, давайте начнем, заказала на Велмари, вот на этом сайте, первый раз фурнитуру, это были у меня кольца, они чутка, по-моему, дороже выходят, чем я вот на Валберисе заказывала, на Алиэкспресс там вообще дешево выходит, знаете, пробую, смотрю, где лучше, но вот эти, конечно, огонь, они прям такие толстенькие, мне один раз такие кольца попадались именно в наборе, там несколько колечек присылали, знаете, уже есть готовые наборы, там полтора метра кружева, застежка, там пару метров резинок, ну и тому подобное, набор, в общем, для изготовления нижнего белья, и там вот были такие кольца, эти прям такие тяжелые, толстые, в общем, качество огонь, дальше заказала застежки, вот как я сказала, черные протупила, забыла заказать, заказала вот такие вот бежевые, в другом оттенке, в прошлый раз я заказывала, они были более такие желтые, отличались от моей бейки, в этот раз заказала чуть-чуть темнее, и вот по идее, по-моему, они должны подойти под цвет моей бейки, не такие вот желтые, так, дальше, синее кружево, вообще, под каждую резинку думала заказать по пару кружев, вот синее я не нашла, еще одно, ничего мне больше не понравилось, синие, вот такие вот застежки, 10 штук, и вот такое вот кружево, у одной девочки я видела готовые работы с этого кружева, и очень оно мне понравилось, такое, знаете, плотненькое, если, допустим, вот это вот красное, оно более такое рыхлое, вот это розовое будет рыхлое, а это более так держит форму, тянется оно вот в эту сторону у нас, как, в принципе, и все, наверное, кружева, в общем, такой вот цвет василек, там еще, кстати, в каком-то другом цвете было оно, и вот под цвет резинки, в общем, совпадает, дальше, вот такое вот черное, тоже видела, работы с этого кружева, оно такое вот, кто любит, знаете, чтоб закрытое было, ничего не видно, по краям идет серая вот такая вот вышивка, да, кружевная, а здесь идет, ну вот, плотное такое кружевое, я не знаю, кружевом, наверное, не назовешь, в общем, вот такое вот плотненькое, и оно очень широкое, смотрите, оно какое широкое, прям вот, почти две ладошки, да, входит, если здесь вот одна ручка, то здесь вот полторы будет, такое оно прям плотное, плотное, тоже тянется в эту сторону, заказала снова красный леопард, потому что девочкам понравилось, у меня оно разлетелось, это кружево просто на ура, думаю, ну, если заказывают, если нравится, надо взять, чтобы оно у меня обязательно было, также я хотела еще в прошлый раз, но по деньгам не хотела много тратиться, в прошлый раз уже там бюджет мой преувеличивала, не влезла в корзинку вот это кружево, в этот раз я его, в общем, взяла, точно такое же, вот как красный, только вот в обычном, да, классическом цвете, расцветке леопард, я уже не удержалась, сшила себе из него комплект, вот оно у меня уже тут порезанное, всегда мечтала, девочки, о комплекте в цвете леопарда, вот я сшила себе наконец-то, мечта сбылась, что-то как-то никогда не покупала такую расцветку, а это вот сшила себе сама. Дальше розовый цвет, кстати, на камере некоторые кружева высветляются, вот это вот практически одинаковое на камере, но в жизни вот это немножко оно темнее, оно узенькое, такое вот немножко рыхлое, такое прям нежное, мягкое, чуть-чуть вот отличается от резинки, но это не критично, также застежки я заказала, в общем, вот такое вот кружево в цветочек, и тоже видела работы с вот этого кружева, очень красивые такие вот комплекты получаются, это идет, грубо говоря, сетка, только с обработанным краем, тоже оно тянется в две стороны хорошо, и есть еще в других, по-моему, цветах, в черном точно есть, и вот это вот розовенькое, тоже обязательно сделаю себе такой комплект, так, красное кружево, как вы видите, отличается, вот это вот все совпадает по цветам, это более вот как у меня вот ногти, не темные, а вот такой вот яркий, наверное, классический такой светлый цвет, красный, это более такой темнее, что ли, как с бордовым, не бордовым, в общем, ногти мне, вот это кружево думала брать, не брать его, но не пожалела, что его взяла, оно было там по скидке, по какой-то акции, в общем, по цене хорошо оно вышло, и по качеству просто супер, оно мягкое, но в то же время оно держит форму, если это такое вот оно все прям воздушное какое-то, то это более вот плотненько, как и это, допустим, держит форму, и мне понравилось то, я, конечно, боялась, что это как-то дешево будет смотреться, но в принципе очень красиво смотрится на цветочках, видите, вот как люрекс немножко блестит, 5 метров взяла и не прогадала, в общем, понравилось мне это кружево такое симпатичное, чуть-чуть, конечно, отличается, но в принципе ничего страшного, застежки 10 штук, резинка, как я уже говорила, и вот такое вот кружево, у меня подобное есть в каком-то другом цвете, то ли бежевое, то ли белое, я вот в прошлый раз заказывала, в общем, вот такое вот кружево, тоже оно все тянется, это тоже, по-моему, тянется и вот так вот, и вот так вот, в общем, вот, пожалуйста, за все вот это добро 7 тысяч, да, там с копейками, в общем, вот такая вот была посылочка, также на Валберис заказала еще регуляторы, да, то уже заканчиваются, вот, пожалуйста, процесс пошел, и расходнички-то тратятся, надо все заказывать, заказывать, сетка у меня в горошек закончилась, тоже вот заказала, жду, в общем, пока в плюс не выходим, но работа идет, практически навела порядок в своих коробочках, сейчас вам все покажу, расскажу, так, показываю комплект, который я себе сшила, для себя любимый леопардовый комплект, так, топ, спереди колечки, сзади застежек нет, экономим, через голову будет одеваться, но мне, в принципе, удобно, ничего, кстати, не давит, я люблю такой фасончик, да, такую модельку, у меня уже есть такой топ, топ, поэтому я вот себе и сшила, а трусики сделала вот стринги классические, у меня есть выкройка, но там низкая посадка, мне не нравится, надо вот найти где-то в интернете выкройку, стринги, вот, V-образные, либо галочкой, их называют, чтобы вот эти вот бока, они прям высоко натягиваются, а здесь вот немножко вот так типа вниз, знаете, вот V-образные такие, это я вчера делала выкройку сама, в принципе, как бы она получилась, но все равно надо найти в интернете, чтобы это уж было все ровненько, все плавненько, сзади, смотрите, как смотрится, вот так вот сзади все, так, дальше, коробка с кружевом, уже она полная просто, материалов много, вот это кружево уже сюда даже и не влазит, потому что такой прям толстенький рулончик, кстати, смотрите, вот это вот кружево будет еще круто смотреться, мне кажется, с синий бретелькой, да, резинкой, потому что здесь вот прям васильковые такие вот синие вкрапления, да, узоры, и мне кажется, будет даже очень хорошо, так что надо будет попробовать сделать такой комплектик, так, вот сюда пока это отправлю, кстати, вот у меня новая коробка организовалась, она пустая стояла, здесь теперь у меня будут храниться резиночки и беечки, ну и вот этот пока рулон сюда кину с кружевом, пусть тоже тут будет, так, и для этой коробки мне придется выделить какое-нибудь место в этом шкафу освобожу полку, потому что материалов становится больше, и хранить их тоже где-то надо, там у меня еще одна коробка есть, там у меня хлопок и сеточки, и пакет с всякими отрезками, знаете, кружева, если остаются, то я туда все сбрасываю, потом по свободке буду тут трусишки с остатков там отшивать, ну, что-нибудь, в общем, шить, в следующий раз я буду заказывать черное кружево, это 100%, потому что чисто черного кружева у меня нет, у меня какие-нибудь цветочки вон, то розовые вкрапления, то где-то там с белыми есть вон вкраплениями, в общем, надо чисто черное заказать, потому что заказывают комплекты с черной сетки, и черное вот кружево вставляется, белое тоже, наверное, в следующий раз закажу, и, наверное, сделаю опросик, спрашиваю девочек, какие цвета уже в следующий раз заказывать, пока материалы покупать не буду, в принципе, пока достаточно, буду работать с тем, что есть, белое кружево, вот, кстати, у меня, я тут приготовила, у меня сейчас будет белый заказ, вчера сделали, вот, нужно его отшить, тоже, вот, не люблю я белый цвет, потому что он капризный, во-первых, тяжело попасть в тона, бейка холодного оттенка, кружево, вот, выбрали вот такое, но оно вот, ну, теплое, по нему видно, если это белоснежное, то это более теплый оттенок, этот прям холодный оттенок, ну, в принципе, на сетку сверху, вот так вот, наложится, будет нормально, тоже будет комплект у меня с белой сетки, и вставочки кружевные, и вот у меня есть уже выкроенный комплект, который давным-давно кроила, так я его и не сшила, с красными вставками, для наличия, может, потом попозже сошью, тоже вот, уже все приготовила, папку с выкройками, ниточки, но перед тем, как шить, я сейчас вытру свое здесь рабочее место, после черных ниток вытру всю машинку, внутри там открою, может, даже смажу, почищу, потому что вот, чтобы не наделать грязи на белом материале, потому что, вот говорю, капризное, так, дальше у меня вот эта вот еще коробка с контейнерами, там всякие бантики, нитки, вот, кстати, вот уже расходники, черные нитки, я в прошлый раз заказывала 5 черных, 5 белых, 5 белые у меня есть, а вот черные, один моточек остался, сейчас я заказала полностью упаковку из 10 черных ниток, черный цвет как бы более такой, да, ходовой идет, дальше, никогда, девочки, я уже повторюсь, где-то я давно-давно во влоге говорила, не покупайте наборы ниток, заказала я наборы из разноцветных ниток, в итоге такие вот оттенки, которыми я скорее всего никогда в жизни не воспользуюсь, и вот они у меня лежат, и как бы и выбросить жалко, и по сути они не нужны, вот новые материалы пришли, для красных кружев нитки у меня есть, кстати, вот как раз вот подходит, один светлее, один темней, розовый подходит для этой, но она такая вот толстоватая немножко, вот она нитка, вот надо будет покупать, нитки еще розовые, синие отдельно, а эти вот они лежат, как бы не очень, в следующий раз еще, наверное, закажу вот такой вот зеленый какой-то оттенок кружева, какой-нибудь изумрудный, у меня был подобный, но хочу что-то другое, то не буду повторять, оно там с большими коробными ячейками, он у меня два контейнера с разными обрезками, либо моточки тут по несколько метров, бейка, вернее, не бейка, а черная ажурная резинка, белая ажурная резинка, здесь у меня вон розовые есть наборы, тут и ажурная резиночка, и большая, и бретелька, и синие, в общем, тут у меня вот так вот это все складывается и отправляется сюда, кстати, вот застежки сложила, черных, вон, кстати, совсем чуть-чуть осталось, этих я в прошлый раз заказала 20 штук, я не знаю зачем, не знаю, ну ладно, пригодятся, пригодятся, надо будет, может, посветлее как-нибудь потом бежевый цвет выбрать, чтобы попасть в цвет тех застежек, так, что-то тут у меня тетрис не складывается, высыпала колечки, вот так это все выглядит, заказала регуляторы, как я уже сказала, они пришли, надо просто сходить забрать, так, и что еще, вот эти бретели у меня будут вот тут стоять, пока у меня три рулончика, пока вот так вот, потом может быть и вот этот ящик освобожу, туда буду складывать, так, я как-то рассказывала резинки, я там брала, шить, так я их не доделала, короче, забор мы словили с этими резинками-липучками, короче, пока еще одну мы так до конца не доделали, сейчас мне обратные дадут, там что надо пришить, не определились еще, как эти крепления будут, я, конечно, вот это вот не люблю, вроде определились, а потом вот это вот, как говорится, словили забор, ладно, все, убираем, и садимся шить заказик, у меня творческий беспорядок, я работала, то свекрой звонила, разговаривала, шью заказ, но сейчас буду закругляться, убирать все, вот такой вот комплектик будет беленький, белоснежный, красивый, осталось мне олив сделать, как бы здесь недолго, но я сейчас буду все убирать, пойду покушаю, потому что очень хочу кушать, ничего толком сегодня не ела, вот позавтракала и все, так, и вот такой вот комплект я отшила для наличия, с белой сеточки и красные вставочки, с кружева, стринги, и топ сделала, так, все, буду собирать я заказик, вот такие вот, кстати, трусики сзади, с двойной сеточки, здесь получается, шва нету, ну вот, видео и подошло к концу, огромное всем спасибо, кто досмотрел видео до конца, на этом я с вами буду прощаться, увидимся с вами в следующем швейном блоге, всем творческих успехов, всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok